Сегодня Федерация профсоюзов Узбекистана объединяет более 34 тысяч первичных организаций, где самоотверженно трудятся свыше 6700 работников и около 300 тысяч активистов. В настоящее время все более возрастает роль и влияние профессиональных союзов в общественно-политической жизни страны. В честь их профессионального праздника в столице состоялось торжественное мероприятие. 11 ноября день профсоюзов Узбекистана. Праздник широко отмечается по всей стране. Основные же торжества пройдут вот в этом готовящемся к открытию дворце профсоюзов, где еще раз будут подчеркнуты приоритеты, которые в основе деятельности представителей сферы. Все подчеркивает торжественность момента. Еще бы. Ведь сегодня вновь обретает свой новый облик бывший уникальный центр культуры в Ташкенте, имеющий более чем вековую историю и воссоздается как дворец профсоюзов, который послужит дальнейшему развитию узбекской культуры и искусства, повышению духовности молодого поколения. Надо сказать, что до этого этот объект на протяжении лет оставался на периферии внимания. Его торжественное открытие стало настоящим подарком руководителя страны для всего нашего народа. Это здание исторически для нас, будем говорить так, имеет большую ценность. Здесь в 1925 году, 21 марта, открылся первый съезд профсоюзов Узбекистана. То, что здание перешло в распоряжение профсоюзов Узбекистана, это тоже большой подарок нашего президента. Я очень вдохновлен, взволнован, потому что это наш альбоматор. Я здесь, в числе многих артистов Узбекистана, я здесь родился. Это мой родной дом. И вот то, что в новом Узбекистане заново открыт этот зал, этот дворец, это замечательный подарок и для нас, артистов тоже, потому что мы с огромным удовольствием выступаем на этой замечательной. Просто эта сцена, она примечательна тем, что, и вообще весь зал, тем, что здесь установлена аппаратура, техника, по последнему слову, как говорится, и зарубежная, очень такая серьезная аппаратура. И мы будем радовать наш народ, наших зрителей. Это двойной праздник и для меня прежде всего тоже. Потому что я через много-много лет выхожу снова на эту сцену, на которую, наверное, уже лет 30 уже не выходил. Дело в том, что это праздник для нас всех. В этом величественном дворце состоялось праздничное мероприятие, на котором советникам президента Музафаром Камиловым было зачитано поздравление президента, работникам и членам профсоюзов Узбекистана. В нем, в частности, отмечается высокое признание достойного вклада профессиональных союзов в последовательное проведение в нашей стране реформ и обеспечение их практических результатов на пути построения демократического общества, свободной и благополучной жизни. Прозвучало немало цифр, иллюстрирующих эту кропотливую и благородную работу по многим важным направлениям, как, в частности, деятельность на основе женской тетради, в рамках которой изучены и решены проблемы около полутора миллионов представительниц прекрасной половины на основе индивидуального подхода. Положительное разрешение получили около 130 тысяч обращений, поступивших на организованной при Федерации профсоюзов Узбекистана телефон доверия 1211. Глубокий анализ отразил масштабы практических работ по многим векторам, которые сходятся в одной точке – защите прав и интересов трудящихся, населения в целом, возвеличивание чести и достоинства человека. Особая радость и воодушевление в предложении главы государства, связанном с преданием Дню профсоюзов Узбекистана, статуса праздника трудящихся, всенародного праздника и установлением 11 ноября выходным днём. Поздравление президента нашего складно на наши сердца. Я вот с волнением слушала и ещё раз убедилась, как высоко ценится честь и достоинство человека в нашем государстве. Вы знаете, вот мы одна семья, более 137 национальностей живём как одной семьёй. То, что сегодня объявлен 11 ноября всенародным праздником, это, конечно, говорит ещё раз о том, как человеческая достоинство ценится в нашем государстве. Мы все ездили в СОХ. Это вот наша тоже инициатива нашего президента в СОХе для детей. Пошли за 30 миллиардов сумм, построен такой прекрасный лагерь, что пусть позавидуют все европейские страны. Вы знаете, там все условия. Когда это было, что в далёком СОХе, чтобы было такое прекрасное учреждение. Счастливое настроение передается всем. В целях всесторонней поддержки и достойного поощрения проявляющих в различных сферах самых активных и инициативных соотечественников проводится целый ряд проектов и смотров конкурсов. На праздничном мероприятии победители различных номинаций награждены дипломами и ценными подарками, денежными вознаграждениями. Обладателем третьих мест конкурсов, проведённых среди ответственных работников, плодотворно ведущих свою деятельность на основе системы женской тетради и вносящих большой вклад в решение проблем представительниц прекрасной половины, торжественно вручены дипломы и в качестве подарка президента ключи от автомобилей марки «Спарк», вторых мест – марки «Кобальт», ну а занявшим первые места автомобилей марки «Джентра». Вы знаете, для меня сегодня такой волнительный день. Спасибо нашему президенту за то, что наградили нас такой, это самое, награды машины «Кобальт». Мы теперь будем работать с удвоенной энергией. Красочная концертная программа отразила самые яркие оценки праздника. Он в сердце каждого и дарит позитивную волну, которой охвачена вся наша страна.